вот такой вот получился в готовом виде полотенцесушитель так вот он выглядит в собранном виде здесь вот начал подрезать излишки льна а при первом запуске вот это соединение потекло потекло довольно таки сильно поэтому не останавливая все отопление перекрыл краны снял полотенцесушитель и перемотал здесь резьбу собирал резьбы на какую-то сантехгерметик или сантехпасту сантехпаста да сантехпаста и лен все это ерунда самое лучшее соединение это лен плюс краска убеждаюсь уже в очередной раз сколько не пользовался этими сантехпастами все это не работает как надо вот полностью комплект отключения обошел с порядка 600 рублей 550 600 рублей то есть две два крана у таких вот угловых полипропилен 20 американка переход пол дюйма внутренней пол дюйма внутренней и в комплекте также вот такая вот стоечка идет она вместе с хомутом с обжимным идет но хомут здесь не нужно потому что у полотенцесушитель вот здесь вот приварена своя гаечка то есть он заворачивается непосредственно в эту гаечку полотенцесушитель работает горячий полотенце сушит это ванночка декоративная она не нагоревается вот так все это выглядит в готовом виде все трубы спрятаны вот здесь вот внутри панели впоследствии вся стена будет заделываться какой-то декоративной отделкой но думаю что скорее всего наверное ламинатом будет отделан то есть это все будет закрыто и абсолютно не видно будет всех этих соединений внутри здесь вся стальная разводка здесь вот принципе видно трубы проходят инопласт отсюда лишний удален ну можно запенить можно в принципе запенивать итак вот такой конечный результат получился отделана стена под имитацию крупноформатной плитки так выглядит на ней полотенцесушитель не стал делать с ламинатом стену на стену зафиксировал гипсокартон отштукатурил его и сделал имитацию крупноформатной плитки полотенцесушитель прекрасно работает на зиму работает вместе с отоплением на лето работает вместе с полером косвенного нагрева то есть включается по ночам так все это смотрится все соединения работают прекрасно нигде ничего не потекло всем спасибо пока